Не мечта бежит от тебя, а ты от мечты. Это слова Тянгу, идеального папы из мультфильма, который мне когда-то нравился. Моей мечтой с самого детства было желание стать режиссером мультфильмов. На карманы расходы, которые мне давали родители, я всегда покупал и собирал одни комиксы. А когда я накопил небольшую сумму для пропитания, я без разрешения родителей сел на пару в Пусане и отправился в Японию, где питался одной лапшой один раз в день, всю неделю и собирал комиксы. Когда моя мечта стала больше, я отучился на продюсера фильмов и в итоге устроился в кинокомпанию, которая стала работой моей мечты. Моим первым фильмом был Босоногий Кибон. В то время мой годовой заработок составлял около 2000 долларов. Это не месячная, а годовая зарплата. То есть месячная зарплата составляла около 200 долларов. Следующим фильмом был сериал «Воскрешение семейства». В то время мой годовой доход составлял 3000 долларов. А пока мы снимали 8 разных фильмов и один сериал, мой последний годовой доход составлял около 10 тысяч долларов. Когда в темном кинозале я смотрел на свое имя, оказавшееся в титрах в конце фильма, я мечтал о том, что когда-нибудь мое имя окажется в числе тех, что показывают в начале фильма. И только этой страстью я все переносил. Вы знаете, что ухаживание друг за другом в команде киносъемки является самым большим бедствием. Однако моя нынешняя жена в то время была моей девушкой. Она была одной из сотрудниц кино. Но в нашей семье была куда большая катастрофа. Это был мой отец, который на протяжении 17 с половиной лет работал в пяти компаниях, в пяти сетевых компаниях и ни разу не принес денег домой, чтобы нам жить. Ни разу не добился успеха. Когда у меня появилась невеста, на которой я собрался жениться, мне было трудно выбрать день свадьбы, так как у нас не было денег. С самого детства я думал только о своих мечтах. Ради них я отучился, устроился на работу своей мечты. Когда мне исполнилось около 30 лет, я заметил, что ради того, чтобы заниматься кино, нужно было один за другим оставить планы на брак, на образование, на детей и на подготовку к обеспеченной старости. И это меня печалило. А мой отец без взглядки на прошлое, снова начал работать в сетевой компании. И той компания оказалась Атоми. Целый год я отговаривал его от этой идеи, пока в 11 году в одной газете я не увидел статью о знакомом человеке. Это был сценарист, писав сценарий для фильмов, который был старше меня на три года. И оказалось, что этот человек умер от голода. Этот человек был болен, а от недостатка питания он умер, оставив такую записку у соседей, а на следующий день его нашли уже мертвым от голода. Читая эту статью о том, что все работают над одним и тем же фильмом, но работники умирают от голода, а продюсеры и актеры, звезды, зарабатывают сотни тысяч и миллионы долларов, я одновременно испытывал печаль, и мне казалось, что следующим буду я. По этой причине, без какой-либо уверенности, я, следуя примеру отца, тоже занялся бизнесом Атоми. По мере роста Атоми росли и мои доходы. Конечной станцией моей мечты была не Атоми. Я мечтал вернуться в кино. Я хотел стать добрым продюсером, чтобы тот пассивный доход, который я получал в Атоми, поровну делиться со всеми работниками кинокомпании. А что будет, если Атоми разорится? Тогда нужно будет снова вернуться в рядовые работники кинокомпании с окладом 200 долларов. Об этом я и переживал. То же касается и вас, пришедших сюда. Когда вы рассказываете всем, что в Атоми хорошие и недорогие товары, отличный топ-менеджер, что вам говорят в ответ? Это же сетевая, говорят вам. А что вы говорите в ответ? Это добрая сетевая. И многие не могут продолжить разговор. Но ведь наша конечная мечта это не Атоми. Мы благодаря Атоми приближаемся к своим мечтам, не так ли? Вот почему сегодня мы говорим о том, почему Атоми это добрая сетевая компания, которая поймала свою волну. Наверное, именно по этой причине я так плотно прилип к данным. Я зашел на сайт комиссии по справедливой торговле Кореи и собрал все данные о сетевых компаниях, начиная с 2009 по 2019 год, с года основания Атоми и до 2019 года. Затем я начал задавать вопросы. Сначала я спросил, какие компании выжили за последние 10 лет. Оказалось, что большинство компаний исчезло. Моим следующим вопросом был, а какие компании стали глобальными? Их уменьшилось вот настолько. И остался последний вопрос. У какой компании в течение 10 лет ни разу не было остановки в росте? Осталась лишь одна Атоми. Я продолжил задавать вопросы. У какой компании самая высокая себестоимость товаров? О Атоми. У какой компании самый низкий процент возвратов? О Атоми. И если вы исследуете все графики, которые демонстрируют рост, то вы поймете, что нет никого, кроме Атоми. Однако, за последние два года, 2016 и 2017 годы, рынок сетевого маркетинга переживал не рост, а падение. Другими словами, он продолжал проседать. Но эти данные помогли мне принять окончательное решение в пользу Атоми. Теперь нет нужды сравнивать Атоми с другими сетевыми компаниями. Знаете, о чем здесь говорится? Здесь сказано, что в 2017 году общее число новых зарегистрированных участников всех сетевых компаний увеличилось на 410 человек. А ниже вы увидите данные, полученные от комиссии по справедливой торговле. Насколько увеличилось количество участников Атоми? На 420 тысяч человек. О чем это говорит? Общая численность всех сетевых компаний увеличилась на 410 тысяч человек. А у одной Атоми число участников выросло на 420 тысяч человек. Ниже сказано, что если вычесть число участников Атоми, то у других сетевых компаний наблюдается спад. Тогда стоит ли сравнивать Атоми с другими сетевыми компаниями? Нет. Но было то, что вызвало у меня дрожь в теле. Председатель нашей компании постоянно говорил так, не сравнивайте нас с другими сетевыми компаниями. Вот о чем он постоянно говорил. И знаете, как движется график роста? Слева вы видите линии корейской и мировой экономик. Если у них наблюдается рост в 2 или 3 процента, какой рост мы видим у Атоми? Невероятно быстрый рост. Компания считается успешной, если она демонстрирует такой же рост, как и у экономики страны. Но Атоми демонстрирует в десятки раз больший рост. С чем же я начал сравнивать Атоми? Я начал сравнивать ее с другими обычными компаниями, занимающимися продажами. Это недавно вышедшая книга профессор по маркетингу университета Северной Каролины, наш соотечественник. Он написал эту книгу под названием «Ритейл. Продажи», где пишет, что каждый момент, когда мы что-то потребляем, и есть ритейл. Вы когда-нибудь вызывали такси по мессенджеру «Какао Ток»? Это тоже ритейл. Вы смотрите фирмы в кинотеатрах? Это ритейл. Вы же платите абонентскую плату за телефон, которым пользуетесь. Это тоже ритейл. Но знаете, что он пишет в той книге? Он пишет о том, что существующие монстры дистрибуции демонстрируют не рост, а постепенное падение, так что их показатели ниже показателей роста государственной экономики. А что больше всего шокировало меня, так это то, что огромные гипермаркеты испытывают стагнацию, а торговые центры, хоть и показывают рост в однозначных цифрах, но не от увеличения продаж, а от устранения неэффективных магазинов. Но я четко понял то, что в четвертой промышленной революции рост испытывают только те виды дистрибуции, которые связаны с бизнесом платформ. Я изучил много книг и медийных источников разных профессоров, и оказалось, что сейчас в книжных магазинах города самыми горячими с точки зрения продаж являются две книги. Книга слева – это книга Fono Sapiens, автором которой является Че Джей Бун. В этой книге он пишет вот о чем. Что придумал Стив Джобс в 2007 году? Смартфон iPhone. В этой книге он пишет, что начиная с этого времени началась эпоха нового человечества, когда смартфон становится частью тела человека. И вот какие перемены пришли с того времени, как стали появляться такие люди. Теперь они не ведутся на СМИ или на капитал крупных компаний. Когда вы видите и покупаете товары, вы покупаете их по рекламе в СМИ или по поисковику. Вы ищите в поисковике, покупаете когда захотите и где захотите, по максимально низкой цене. Не так ли? Он пишет, что с того момента, как инициатива перешла к покупателю, действующие дистрибьюторы стали испытывать трудности. А в книге справа под названием «Последнее время онлайн покупок» говорится вот о чем. Все 100 человек делают 100 разных выборов. Теперь все выбирают не одно и то же, каждый выбирает свое. Компании, которые не адаптируются к этому, просядут. А у тех, кто адаптируется, как и Атоми, испытают быстрый рост. И тогда я задался следующим вопросом. А какая компания самая известная? Все книги, которые пишут о дистрибуции, пишут об одной этой компании. А какой? Это Амазон. Но не все знают, что это за компания. Если в энциклопедиях набрать слово «Амазон», то в конце каждой из них говорится о том, что Амазон является ангелом смерти для дистрибьюторских компаний. Ангелом смерти. За один только прошедший год закрылось множество компаний. И за Амазон о своем банкротстве объявил торговый холдинг Sears, который имеет 125-летнюю историю. А показать вам рыночную капитализацию этой компании. Какова его стоимость? 930 миллиардов долларов. Вторая по стоимости компания в мире. В нашей стране рыночная стоимость всех крупных компаний, включая Samsung, превышает 2 триллиона долларов. А эта компания стоит половину этой суммы. Амазон на протяжении 20 лет постоянно растет на 20 процентов в год. График посередине показывает процент онлайн-продаж в США. Амазон занимает 49,1% всех онлайн-продаж. А теперь я покажу вам, что делает Амазон со своими огромнейшими доходами. Когда клиент сделал заказ, они подвозят его к сотруднику, который обслуживает заказы. Эффективность обработки и выполнения заказа будет чрезвычайно высокой. Амазон запатентовала проект на использование дирижаблей в коммерческих целях и уже проводит бета-тестирование. Покажу вам это. Вы видите, как дроны доставляют посылки? В Англии проводилось бета-тестирование по доставке. Время с момента размещения заказа на сайте и до момента доставки заказа составила всего 13 минут. Амазон – это компания, которая вкладывает свою прибыль в технологии. И кажется, что невозможно победить в противостоянии у такой огромной компании, как Амазон. Но в последнее время вышла новая книга под названием «Смерть от Амазон». Вы знаете, о чем книга «Смерть от Амазон»? Она рассказывает о 54 торговых компаниях, которые умрут в случае роста Амазон. Все они крупные компании. Но, к счастью, не все ждет такая участь. Есть такие компании, которые конкурируют с Амазон и выживают. Это те, кто наравно конкурирует с ней, получают такую же прибыль. И если изучить стратегии таких компаний, то их существует две. Во-первых, это непревзойденная конкурентоспособность продукта. Здесь говорится о том, что мы не торговая, а технологичная компания. Мы занимаемся торговлей по случайности. Амазон придерживается принципа открытого маркетинга. Что это значит? Если я хочу продавать зубные щетки, то мне достаточно поместить их на склад, где работают роботы Kiva. Тогда Амазон сам будет принимать заказы, доставлять их, получать расчеты, возвращать эти расчеты, взаимодействовать с клиентами, получать комиссию в размере от 6 до 15 процентов и выплачивать мне мою прибыль. Но знаете, в чем проблема? Станет ли она продавать только мои зубные щетки? Нет. Она будет продавать сотни, тысячи и десятки тысяч зубных щеток для всех, кто захочет ими торговать. Кому придется конкурировать по качеству и по цене? Мне самому. Мне. Тому, кто поставляет товары. Но знаете, какие компании выживут в последнее время? Компании, которые используют такие платформы. Это такой формат курирования платформы, которая избирательно подходит к выбору поставщиков. Какой же формат выбрала компания Atomi? Вот какой. Она, к примеру, продает зубные щетки. Но она продает не любые щетки. Она не предоставляет свою платформу для продажи любых щеток. Компания, хоть это и муторно, ради своих клиентов выбирает одну, но самую лучшую щетку. Она выбирает один продукт абсолютного качества и предлагает ее клиентам. Компания выбирает такой способ, исходя из принципа «один продукт, одна компания». В торговой компании эпохи бизнес-платформ такой принцип подобен представленному горлу-ножу. Почему? Потому что, как я уже ясно упомянул, в эпоху смартфонов, в эпоху Phono Sapiens, разные клиенты делают какой выбор? Разный выбор. И при этом компания продает всего одну щетку? Это нереально. Но эта одна щетка продается со скоростью одна штука в секунду. В 2018 году было продано 26 миллионов штук. И теперь, удалось ли Атоме сформировать базу лояльных клиентов за счет одной щетки? Да, ей удалось это. А как вы думаете, занимается ли она рэкетом, требуя от поставщиков снижения цен за счет продаж 26 миллионов щеток? Если бы она вела себя так, ей бы сильно досталось. Мы же понимаем, в каком мире мы живем. Мы называем поставщиков партнерами. Знаете, как Атоме рассчитывается с поставщиками? Она заказывает по 100 или 200 тысяч штук и при этом наперед выплачивает стоимость сырья. А за готовый продукт выплаты производит каждую неделю, что намного превосходнее, чем крупные корпорации. Когда поставщику необходимо увеличить мощности, Атоме вкладывает инвестиции для этого. Такая компания занимается поглощением или борется за сосуществование. У нас великолепная компания, один из принципов которой – сосуществование. Поэтому мы закупаем одну щетку у одной компании, идем с ней в ногу и добиваемся абсолютно низкой цены. Вот такой политики придерживается Атоме, добиваясь непревзойденной конкурентоспособности товара, чего не может добиться Амазон. Здесь данные из комиссии по справедливой торговле Кореи за 2017 год. Я прочту для вас, так как здесь написано мелким шрифтом. Объем продаж пяти самых популярных продуктов, включая НДС, превысил 820 миллионов долларов. И при этом выплатила своим участникам вознаграждение в размере более 314 миллионов долларов. В какой еще компании, использующие платформу, сделают вас успешным и выплатят вам такие вознаграждения за счет того, что вы просто пользуетесь продуктом. Нет таких. Может быть, компания продает товары по высоким ценам, так как ей нужно выплачивать вознаграждение? Нет, это не так. В нашей компании есть хит продаж, Хим и Хим, который 5 лет подряд является лидером продаж и продается ежегодно на более чем 100 миллионов долларов. Набор Абсолют тоже и появился на рынке совсем недавно. Но за прошлый год был продан на общую сумму более 106 миллионов долларов. Мы называем хитом продаж тот продукт, который был продан на сумму более 100 миллионов долларов. Есть люди, которые говорят, что косметика Атоми никому не известный бренд. По данным организации, занимающейся исследованием глобального рынка уходовой косметики, причем не по нашей просьбе, а по собственной инициативе, кто стоит на пятом месте? Атоми. Мы живем в эпоху, когда клиенты с неохотой открывают свои кошельки. Профессор Ким Нам До из программы «Тренды Корея» ясно показал, что миллениалы, видевшие, как их родители сталкивались с финансовыми крахами, сами ищут товары с идеальным соотношением цена-качество. И в таком поколении Атоми 8 лет подряд демонстрирует непрерывный рост. А эта инфографика предоставляет несколько завораживающие данные. Атоми занимает первое место из корейских сетевых компаний и второе место среди всех мировых компаний на рынке Кореи. Но у кого больше всего зарегистрированных партнеров, занимающихся бизнесом? У Атоми. То есть формируется база клиентов, и вы должны осознать это. Председатель нашей компании Пахангель, видимо, знал, что через 10 лет появятся конкуренты. Сейчас ведь появляются компании, которые следуют формату кураторства. Определение кураторства появилось около двух лет назад, а мы начали заниматься этим 10 лет назад. В этом определении сказано, что необходимо сократить количество поставщиков до двух-трех компаний, а затем снизить себестоимость продукции через большие объемы. А мы 10 лет назад придерживались принципы «один продукт, одна компания». Для того, чтобы добиться абсолютного качества и продавать по абсолютной цене. И для того, чтобы люди научились этому ноу-хау в управлении, наш председатель стал 11-м президентом Ассоциации прямых продаж Кореи. Среди компаний, входящих в эту ассоциацию, есть такие компании, как Аморы, Жизнь и Здоровье от LG, Унджин и президенты других компаний, занимающиеся продажами по домам. Вот какая крутая ассоциация. И наш председатель является ее президентом. Я уже говорил, что есть две стратегии, чтобы конкурировать с Амазон. Мы уже убедились в непревзойденной конкурентоспособности продукции Атоми. И вторая стратегия в том, чтобы не использовать ту же конкурирующую модель, что и у Амазон. Глава Амазона Джефф Безос использует стратегию маховика. Она позволяет продавать любые товары со всего мира по минимальным ценам. А заработанные деньги он вкладывает в технологии, подобные роботам Кива или дроны. А какова же стратегия Атоми? Она продает товары абсолютного качества по абсолютным ценам. То есть, если продавать качественные товары по доступным ценам, то клиенты появятся в любом случае. И заработанные деньги она вкладывает в поставщиков, клиентов, окружающие социальные институты. Она избрала путь сосуществования. У обеих этих компаний великие топ-менеджеры. Однако не следует рассматривать Атоми как очередную MLM-компанию. Но как уже были показаны данные в первой главе, она, так же как и Амазон, занимается дистрибуцией, но использует другой формат, который позволяет ей на равных, плечом к плечу, конкурировать с такой великой компанией. Наша компания каждый раз, когда получала прибыль, увеличивала объем продукции. Хемохим в 2014 году было продано на 100 миллионов долларов, а в прошлом году продали на 160 миллионов долларов, и при этом объем продукта увеличился. Когда мой отец начинал бизнес, в упаковке было 30 пакетиков, а сейчас 60. Если бы вы были президентом компании, то смогли бы вы наполовину снизить стоимость самого продаваемого продуктора номер один. Смогли бы вы увеличить объем в два раза. Вот что касается сердец лояльных потребителей. Вот что вдохновляет тех, кто является фанатом продукции Атоми. Вдохновляет то, что компания не просто удовлетворяет спрос, а движет людей к успеху. Хотелось бы, чтобы вы знали об этом. Теперь посмотрим на то, как Атоми выходит на глобальный рынок. Это последние данные, которые я получил. Абсолютное качество, абсолютная цена от Атоми сформировала клиентскую базу во всем мире. А повлияла ли эта стратегия на глобальный рынок? Как вы думаете, преуспевает ли компания на глобальном рынке? Этот график показывает стагнацию или постоянный рост? Сейчас, включая Корею, компания открыта в 14 странах мира. И как вы уже видели, председателя видеоролики, куда еще мы не вошли? Не вошли в Китай, не вошли в Индию, Южную Америку. Вы все забыли про Вьетнам. Не забывайте про Вьетнам. Это третья по уровню образования страна после Кореи. И туда мы не вошли. То есть рынки, в которые мы не вошли, неисчерпаемы. А теперь вкратце глянем на башни экспорта. Начиная с 7% роста, мы видим постоянный прирост объема экспорта в сравнении с объемами продаж внутри страны. То, что сработало в Корее, сработало и во всем мире. 70 миллионов долларов. Следующая цель – 100 миллионов долларов. Мы убедились в том, что продукция Атоми сформировала базу клиентов в Корее, а теперь вышла на глобальный рынок. Кто-то может догнать нас по продукту, ее качеству и компенсационному плану. Но ясно то, что в одном точно никто не сможет догнать Атоми. Я думаю, что это система. Система. Кто предоставляет систему Атоми? Сама компания предоставляет ее. Она ведет живую трансляцию на 10 городов по всей стране. И вы наверняка не представляете, что это значит. Знаете, что говорят представители телекомпаний, которые обеспечивают трансляцию в 10 городах? Даже чемпионат мира или Олимпийские игры не транслируют так. И при этом ни разу не было случая прерывания трансляций. Свою систему управления, философию, наши мечты компания собрала в одно целое. И она представляет это за свой счет, не только внутри страны, но и за ее пределами. В других компаниях подобные мероприятия проводят лидеры групп, каждый по своим группам и за свой счет. Знаете, что есть в системе Атоми? В ней есть культура синергии сердец, в которой участвуют все – способные и не очень, богатые и не очень, образованные и не очень. Я стараюсь объяснить, что Атоми – это добрая MLM-компания, сравнивая ее с другими компаниями, предлагающими свои платформы. Но, к сожалению, у бизнес-платформы есть не только достоинства, у них есть и темные пятна. Недавно команда профессора Юги Юн из Сеульского университета издала книгу под названием «Отчет исследования будущего общества», где было сказано о том, что в обществе будущих городов будет четыре класса общества. И в первой главе этой книги говорится о платформах. В будущем люди, обладающие платформами, вложившие инвестиции в эти платформы в качестве собственников платформ, войдут в первый класс общества и составят 0,001% от населения мира. Во второй класс войдут создатели искусственного интеллекта или ютуберы, или звезды, блогеры, которые будут влиять на общество посредством платформы YouTube. Таких людей называют звездами платформ, и они составят 0,002% населения Земли. В сумме эти две группы составят 0,003%, и они будут на вершине человечества. В третий класс, как бы это ни шокировало, войдут не люди, а искусственный интеллект. Это то, что заберет рабочие места у людей. И, наконец, люди, которые будут делать то, что не будет делать искусственный интеллект, будут в постоянном поиске низкооплачиваемой, нерегулярной работы с неполной занятостью. Таких людей называют прекариатом, и таких людей будет 99,997%. И сам профессор, написавший эту книгу, причисляет себя к числу таких людей. Скотт Галлоуэй, профессор Нью-Йоркского университета, вы слышали про конференцию TED? Он как-то выступил на конференции TED, где сильно разоблачал эти четыре компании. А что он сказал о них? Он сказал, что эти компании отбирают наши рабочие места. Они же цитата Дональда Трампа, который сказал, что они практически не платят никаких налогов. А вы знаете, кто в городе Гунчжу платит самые большие налоги? Это Атоми. Выручка Амазон в прошлом году составила 270 миллиардов долларов. А сколько налогов она выплатила? Что сказано о выплаченных налогах? Ноль центов. Поэтому конец войн между платформами приведет к обществу одиноких победителей, сказал Байнан Янгон, голландский футуролог, член исполнительного комитета Евросоюза по электронной коммерции. А теперь глянем на график Атоми. Чем лучше обстоят дела с бизнес-платформой Атоми, тем больше доходов она получает, тем больше вознаграждения она выплачивает своим участникам. И при этом она выплачивает налоги? Она платит самые большие налоги. Чем больше объемы продаж у компании, тем что мы видим? Синяя линия – это график, показывающий объемы выплат спонсорских вознаграждений участникам. И она постоянно растет. Компания, поставляющая зубные щетки для Атоми, до встречи с Атоми продавала на 500 тысяч долларов. После встречи с Атоми продажи выросли до 16,5 миллионов долларов. Персонал составлял 13 человек до сотрудничества с Атоми, а после число сотрудников увеличилось до 60 человек. На фабрике, производившей лапшу, произошел пожар. Поначалу я сильно критиковал компанию. Я говорил, вы же можете поменять поставщика аромена. Работники не знали, что ответить, и говорили только, что председатель запретил поступать так. Они сказали, что нужно ждать восстановления фабрики, что компания даже инвестировала деньги на восстановление этой фабрики, и что придется ждать около года. И директор фабрики, после того, как выпуск лапши был автоматизирован, увеличил объем на 20%. Посмотрите на эти данные. Штат фабрики состоял из 100 человек до партнерства с Атоми, и вырос до 150 после сотрудничества. А объемы продаж, как вы видите справа, демонстрируют колоссальный рост. Атоми – это компания, которая приветствует за рубежом. Когда мы пришли на рынок Тайваня, Атоми получила эту награду от Министерства экономики Тайваня. Золотая медаль от Китайской народной республики Тайвань в области делового происходства. А знаете за что? За то, что она продает не только корейские товары, а экспортирует товары этой страны в другие 13 стран. Мы знаем, что лучший черный перец поставляется из такой бедной страны, как Камбоджа. Мы также продаем товары из Японии. В продажу идут товары, которые рекомендованы представительствами в этих странах. Из Мексики продают масло авокадо. Атоми обладает разными превосходными данными, но у нее есть одно слабое место. И знаете какое? Три года назад я попросил в программе мастерской у работников компании эти данные, а они отказались их предоставить, поскольку они сами стыдились этих данных. В этот раз мне пришлось применить угрозы, чтобы получить эти данные для сегодняшней лекции. Верхняя шкала – это ваши родители, которые ждут вас снаружи, поколения ваших родителей, друзья ваших родителей, которые столько трудились, чтобы пригласить вас сюда. Давайте поаплодируем им. А если говорить о поколении 20-30, то их линия многие годы была у нулевой отметки, и только в последнее время рост составил 8%. Знаете, с какой целью я освещаю эту проблему? Дело в том, что из 10 компаний, занимающие лидирующие позиции по рыночной капитализации, 7 из них, за исключением 3, ведут бизнес в отношении поколения миллениалов, чья жизнь тесно связана со смартфонами. Благодаря им они зарабатывают деньги. И несмотря на то, что у нас такая классная компания, такой классный маркетинг, такие выдающиеся данные и достижения, молодежь не видит этих возможностей. Вы знаете, какая особенность поколения 20-30? Это все, кто родился после 1990 года. Они считают только название и заключение. Компания Atomi – это… Все же старшее поколение считает все от начала до конца, что это такая-то MLM-компания, что у нее такой-то президент и так далее. И хотя это сетевая компания, они работают в этом бизнесе. А как считают молодые люди? Atomi имеет такие-то достоинства в названии Atomi – сетевая компания, и тут же пропускает всю статью. Вам нужно участвовать в этом бизнесе. И кто-то из вас скажет, что мы пытаемся завербовать поколение 20-30, глядя на эти превосходные графики. Поэтому я покажу небольшой ролик. Председатель Па. Компания Atomi решает вопрос с трудоустройством для молодых людей. Когда мы только начинали бизнес, было очень много людей возрастей от 50 лет. И в то время я говорил этим людям. Если честно, я не очень многого жду от людей вашего возраста. Но пройдет немного времени, и у нас появятся представители молодых поколений – 20-летние, 30-летние. И когда придут молодые люди, они будут работать не так, как работают 50-летние. У них другие методы взаимодействия. Они по-другому общаются. И когда они придут, мы увидим взрывной рост, когда весь мир будет наполнен такими событиями. Итак, Atomi, чей годовой доход преодолел отметку в 1 миллиард долларов, сможет преодолеть отметку в 1 триллион долларов? Сможет, потому что поколение 20-30 составляет всего 8%. Если вы хотите стать великой компанией, то сначала вы должны стать доброй компанией. Это слова от топ-менеджера General Electric, который так нравится мне. Мне кажется, что эти слова должны были быть сказанными прежде нашим председателем, но, к сожалению, глава General Electric опередила его. Председатель Пахан Гиль – это человек, избравший презираемый всеми сетевой маркетинг для всех простых людей по всему миру, не имеющих возможностей иметь бизнес-платформу. Он исполнил все обещания, о которых говорил 10 лет подряд, и предоставил нам такие достижения. А те 8% участников Atomi, о которых я вам только что говорил, спустя 3 или 5 лет, будут соответствовать этой картинке или нет? Конечно, будут. И я хочу, чтобы вы в то время не просто фотографировали эти данные, а стали главными героями, которые сделают это реальностью. И с этим пожеланием я закончу свою лекцию. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...